Здравствуйте, меня зовут Марта Павлюк, я инструктор школы фейсбилдинга Евгения Баглык. В этом видео я хотела бы обратить ваше внимание на один важный момент, а именно на то, как часто во время выполнения действий, требующих от нас особой концентрации, мы можем невольно сжимать круговую мышцу рта, наши губы. Такое происходит и во время выполнения лицевой гимнастики, либо во время тренировок тела. То есть, например, вы прорабатываете зону лба, либо шею, либо качаете пресс, приседаете, и в это время постоянно, как будто в такт целевой мышцы, сжимается рот. Делаем мы так неосознанно, то есть ваше задание на ближайшей тренировке просто отследить, есть ли такая тенденция. И если такая тенденция присутствует, то самое важное вы уже сделали, вы уже отследили эту мимику и начинаете ее осознавать. Теперь немножко вашего внимания и со временем вы приучите свои мышцы пребывать в расслабленном состоянии, в частности круговую мышцу рта. И это состояние станет для вас естественным. Помню, когда я отслеживала свои вредные мимические ужинки и у меня была привычка сжимать губы, поджимать подбородок, то поначалу состояние полу открытого рта, как бы разомкнутых губ, оно для меня было очень неестественным. Мне казалось, что вот так как бы сжимать губы мне удобно, а вот держать их расслабленными, это как-то очень вот непривычно, неудобно, и я никогда не приучусь к этому. Но со временем, конечно же, я приучилась, и сейчас все наоборот. Сейчас наоборот мне удобно с расслабленным ртом, а с сжатым, с напряженным, с напряженным низом лица. Это уже для меня неестественно, непривычно. Я это чувствую, сознаю, я расслабляю сразу же. Так же будет и у вас, сто процентов. И хотелось бы еще напомнить, что во время проработки лицевых мышц очень важна локализация. То есть, когда вы, например, работаете с круговой мышцей глаза, например, то важно в этот момент не только следить за точностью фиксации, не только за тем, как хорошо там сокращается мышца, но и постоянно проводить как бы мониторинг других зон лица и следить, нет ли лишнего напряжения. Самые популярные вот такие помощники – это рот, то есть мы любим поджимать рот, помогая целевой мышце. Это затылок, то есть напрягать затылок тоже в такт целевой мышцы. И челюсти низ лица, то есть когда вы вот сжимаете зубы, напрягаете жевательную мышцу. Следите, нету или есть ли у вас такие ужинки и понемножку начинайте борьбу, начинайте их растворять. И это очень-очень-очень важно для сохранения красоты вашего лица. Помните это.